всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду давненько и не брал в руки шашек в смысле давно не снимал роликов с пастой обязательно маленькое отступление паста в данном случае это термин который пришел в российскую кулинарную среду из италии в переводе с итальянского паста значит тесто он означает в данном случае изделия из теста то есть то что в россии всегда называлась макаронными изделиями важно помнить что макароны это не синоним макаронных изделий потому что лапша это макаронные изделия но не макароны вермишель это макаронные изделия но не макароны можно привести такие параллели есть термин алкогольные напитки и в рамках этого термина есть подразделы водка ром коньяк виски и так далее так вот почему важно различать что такое макароны что что такое ригатоны, что такое спагетти. Если вы собираетесь их трескать просто как гарнир, то вопрос выбора формы макаронных изделий – это вопрос ваших вкусовых пристрастий. Но если вы готовите какое-то блюдо в итальянской традиции, то к выбору формы пасты нужно внестись очень серьезно. Потому что на одной пасте, вот, допустим, на этих ребристых ригатонах, жидкий соус будет держаться хорошо, а на другой, на гладкой, жидкий соус держаться не будет. Сползет весь в тарелку, и его придется есть отдельно. Итак, сегодня я собираюсь приготовить гратен из ригатоны с рагу. В данном случае рагу не французское, то есть не кусочки мяса, тушеные с овощами, а итальянское, то есть густой мясной соус из фарша. На русский манер это блюдо можно, наверное, перевести как запеканка из макаронных изделий с мясным соусом. Для этого блюда, сегодняшнего, отлично подойдут ригатоны. Или пенни-регаты. Короче, короткая паста с ребрышками. Эти ребрышки будут задерживать соус. Который, в свою очередь, будет пытаться сползти из макаронных изделий. Кроме того, говяжий фарш, протертые томаты. Я взял консервированные, немного бекона, лук, морковь и сыр. Я взял моцареллу и пармезан. Какой сыр выбирать, дело вашего вкуса. Я выбрал моцареллу, потому что она по вкусу достаточно нейтральна. И при этом очень хорошо плавится. То есть она создаст такую классную текстуру соуса в запеканке. А немного пармезана добавлю в качестве приправы. Он имеет резкий вкус и очень хорошо оттенит готовое блюдо. Поехали. Мекон надо нарубить кусочками. И отправить его на сковороду, вытапливаться. Не пережаривайте. Лук порубить кубиком. И морковь также. Размер кубиков моркови и лука примерно одинаковые. Для того, чтобы они обжариваясь, дошли до кондиции примерно за одно и то же время. Так, бекон уже в отличном состоянии. Можно добавлять. Обжариваю овощи примерно 10 минут. Ну и, конечно, помешивая. А теперь сюда фарш. Соль, перец. И обжариваю, периодически помешивая. Кстати, духовку уже можно включить. Пусть греется. Температура 180-190. Верхний и нижний нагрев. Фарш надо обжаривать до тех пор, пока он не побелеет. И в моих условиях это примерно минут 15. Но все, конечно, зависит от мощности конфорки, размера сковороды и количества фарша на ней. Пора добавлять томаты. Вот так. Отлично. Пусть тушит все. Сейчас закипит и после этого тушить нужно будет еще минут 10-15 примерно. Воду для пасты уже можно кипятить. Соль и паста. Варим при сильном кипении. Итальянцы говорят, что паста должна танцевать в кастрюле. Варим до состояния аль денте, то есть на зубок. Если сварите до полной готовности, а нам затем еще и запекать в духовке, все это получите в результате слипшийся комок теста. Я вас предупредил. Что тут с соусом? Самое время попробовать. Хорошо, но в моркови и луке сахара недостаточно. А вот эти помидоры мы протерты слишком кислые, поэтому добавлю-ка я сахарку. Ну вот так, наверное, будет в самый раз. Отлично. Паста сварилась, ну дуршлаг ее. И можно смешивать с соусом. Какая вкуснотень здесь, а! Все, теперь сборка. В форму для запекания немного пасты. Теперь моцарелла нарывать. Опять пасты. И опять моцареллы. И сверху чуть-чуть пармезана. Пармезана. Отправляю в духовку. Запекаться все будет до красивой корочки сверху. Ну, начинка-то вся готовая, поэтому уйдет это минут 20-30 от силы. Хотя все зависит от духовки. Вашей, может, и за 10 все произойдет. Следите. Вот такая итальянская запеканка. Отложу себе на тарелочку. Ну, смотрите, как сыр-то тянется, а! Как же мне сейчас будет вкусно! Вот эту вот ригатонину с кусочком фарша и сыром я ей попробую. Ничего неожиданного. Это очень вкусно. Это очень вкусный мясной соус. Такой яркий. Хорошо, что я сахара добавил, потому что вот все-таки помидорки слишком кислые были. Ммм, класс! Перец чувствуется. А лука и моркови можно, наверное, даже в лову побольше положить. Тогда бы сахар не пришлось добавлять. И говядина. Вот будете спрашивать наверняка про свинину. Нет, мне кажется, что говядина здесь лучше. Она ярче вкус дает. Ну, и сыр, конечно. Сыр выбирайте на свой вкус, но вот мне моцарелла очень нравится. Такая, которая не для пиццы продается, такая твердая, а рассольная. Просто класс. Сыр, конечно, выбирайте на свой вкус, но вот такая вот моцарелла рассольная тянется просто изумительно. И пармезанчик сверху тоже к месту. На этом, позвольте, закончить. Приготовьте, порадуйте себя. Это прям классно. Напоминаю, промокод фреска позволит вам хорошо сэкономить на ножах Самура. Выбирайте самые большие ножи, это удобно. Спасибо за компанию. Спасибо, что смотрите. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok